Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас? Алисочка, привет. Как дела? Хорошо. Кто у нас еще? Скажите, это я. По-моему, у нас там новый мальчик, Роник должен быть, да? Роник, чтобы я тебя увидела, надо сказать, это я. Так. Ксюша, очень приятно. Здравствуй, Лоник. Как дела твои? Привет. Очень хорошая. Привет, привет. Ряду тебя видеть. Будем с тобой учиться рисовать. Так, кто у нас еще там? Новый? Старенький, новый? Нет, старенький. Кто у нас? Ксюша должна быть. Ксюшечка, скажи, это я. Роник, ты тоже, когда хочешь задать мне вопрос, ты скажи, это я, и тогда ты выйдешь на экран. Хорошо? Один. Так. Ксюша, ты здесь? Скажи, это я. Ксюша. Так. Святослав, нет? Ксюша. Пения. Так. Ну ладно. Сегодня мы с вами будем рисовать медведицу с маленькими медвежатами. Мы лист с вами располагаем вертикально. Вот так. У нас книжка, сначала у нас будет медведица. Медведица белые медведи, которые живут на Северном полюсе. Здесь, что для нас здесь важно на этом уроке, что мы будем здесь изучать? Мы будем с вами учиться рисовать медведя большого и двух маленьких медвежат. И самое главное, что в листах вся работа будет почти в белых оттенках, в оттенках белого цвета. Здесь не просто будет белая краска, а здесь различные-различные присутствуют оттенки. То есть вы почувствуете, что как надо правильно работать с белой краской. Теперь. Ксюша, я тебя не вижу. Ксюша, я тебя не вижу. Так. Начнем с чего. Мы вот здесь, смотрите. Вот у нас медведи вот такого размера. То есть отверха вот столько и отнизу чуть больше. Вот видите, вот такая большая медведица у нас будет. Вы тоже берите такой масштаб. Сначала я вам нарисую. Хорошо, Роник, хорошо тебе видно? Я могу поближе. Так лучше, да, наверное? Все. Алисочка, тебе хорошо видно? Алиска, тебе хорошо видно? Алиска, хорошо видно тебе? Алиска, нормально? Все видно? Хорошо или нет? Нет. Плохо? Алиска, алиска, тебе хорошо видно? Алиска, алиска, тебе хорошо видно? Роник, тебе хорошо видно? Так, ну давайте приступим. Я нарисую вот такие два маленьких кружочка. Это в углу в лапке. Видно? Видите? Два маленьких кружочка. Вот нос рисуется вот так палочка. Потом идёт вот такие вот усечённые концы. И потом это всё идёт вниз. И вот. То есть это как многогранник какой-то. И посмотрите, нос близко и не очень далеко. Вот посмотрите. И здесь могут быть кружочки, да? Так. Когда нарисуете, покажите мне. Это я. Покажи, Алис. Алис, ты не вышла. Скажи громче. Это я. Это я. Так. Очень большой носик. И постарайся медведя расположить немножечко... Ну, в принципе, можно так, как ты тоже сделала. Только нос очень большой у тебя получился. Алис, покажи, пожалуйста, что у тебя получилось. Можно смотреть? Одну секунду. Давай. Это самое важное. Потому что если у вас будет или очень маленький, или очень большой, будет очень трудно. Потом вам исправлять. Это я. Так. У тебя тоже. Два ниже надо немножко. И чуть-чуть меньше. Чуть-чуть опусти нос вниз. А то у тебя не будет похож на медведя. Опусти вниз. Немножко. Чуть-чуть опусти. Понял? Ножечко не надо. Вот у тебя он наверху, а ты чуть-чуть-чуть вниз. Это я. Молодец, Ксения. Хорошо. Отлично. Так. Это я. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Молодец. Теперь смотрите. Под носиком я делаю вот такие две коротенькие вот такие вот маленькие линии. И уже от него делаю ротик. Смотрите. Вот так ротик. Но очень длинные не делайте. Потому что... О, иначе у вас получится... Вот у меня тоже получилась улыбка. Давайте не будем делать улыбку. Все-таки это хищник. А можно, пожалуйста, немножко поближе, а то я не сильно вижу? Да, пожалуйста. Смотрите все. Ага. Алисочка, ты тоже посмотри. Роник тоже. Все посмотрите. Света Слава, интересно, пришел? Да. Молодец. Привет. Как дела? Успеваешь, Света Слава? Молодец. Здравствуйте. Умничка. Здравствуй, здравствуй. Так, ребята. После того, когда мы это сделали, у него сейчас мы будем доставать... маленький подбородок его. Смотрите. Вот очень большой не делайте. И этот подбородочек мы поднимаем слегка наверх до уголков. И вот так тянем вот сюда. Но смотрите, это не доходит до угла. То есть это... Вот. Вот так. Вот. Отправлю. В принципе, здесь все потом мы будем работать тенями. У нас будут здесь вот такие мешочки подчеркивать. Здесь у нас будут вот такие полутени. Наносики у нас здесь. Просто это сейчас основные линии, которые, ну, как бы нас ведут к тому, чтобы мы потом работали полутенями, оттенками. Так. Алисочка, получается? Ксения, получается? Да. Вроник, ты тоже, покажи, покажи, что у тебя получилось. Дай я посмотрю. Ксюшечка, давай покажи. Да я. Алисочка, у тебя чуть-чуть это место от урта длинненькое. Чуть-чуть меньше, уменьше. А то отсюда досюда у тебя большое место. Так, Ксюша, покажи мне еще раз, а то Алисочка перебила. Давай я посмотрю. Это я. Так, нормально, молодец, хорошо. Святослав. Ксюша, ты так хорошо рисуешь, молодец, умничка. Так. Это я. Поближе. Поближе. Так. У тебя, смотри, знаешь, что у тебя, тебе ногу как-то, или глазки у тебя близко. Ты вот этими линиями старайся не расширять. Вот эту и вот эту. Постарайся чуть-чуть хуже сделать. Понял? То есть вот эти двери, надо бы тебе видеть, они у меня немножечко как-будто сходятся. Ты тоже так сделай. Святослав, покажи. А можете показать нос чуть-чуть поближе, а то я где-то сейчас работаю на нем. Вот, спасибо. Эти линии, ребята, они не доходят до глаз. Руник, смотри. Они до глаза не доходят, они не касаются глаз. Вот эти, видишь, глазки отдельно ставят, эти линии так. Для того, и поэтому мы их немножечко сужаем, если вдруг у тебя они достают глазки. Так. Идем. Сейчас покажи, что у тебя получилось. После этого, смотрите, мы будем рисовать сейчас вот какую-то форму яичка большого-большого. Вот, смотрите. Вот. И не довожу до конца. Останавливаюсь где-то на этом этапе. И сразу прорисую. У него ушки кругленькие. По сторонам они у него. Вот. Так, Руник, посмотрю еще раз, что у тебя получилось. Все хорошо видно? Посмотрите, видите, я вот эти линии до конца не довела. Потому что там внизу начнутся маленькие медвежата у нас будут нарисованы. Поэтому вот до каких-то пор. Всегда их можно, если вы сделали длинные, нет проблем. Мы всегда их укоротим резиночкой с ними. Самое главное, ведь у вас короткие получились, это тоже. Нет проблем, мы всегда это удлинили. А что мы покажем? Покажи. Покажи. Это я. Так, ты не вышла, скажи еще раз, это я. Это я. О, супер. Только вот это ушко ты опусти в сторону, а то оно у тебя наверх пошло. Это ушко хорошо получилось, а вот это ушко немножечко, чуть-чуть его вниз опусти, и оно маленькое немножко у тебя. Алисочка, покажи. Руник, посмотри. Покажешь мне свою работу, что у тебя? Это я. Я тебе помогу. Это я. Давай. Показывай. Это я. Громче скажи. Это я. Крикни, это я. Молодец. О, очень хорошо. Умничка. Это тоже вот ушко, я бы чуть-чуть его вниз опустила бы. Только вот это ушко. Опусти его немножко вниз. А то немножко наверху. Так, ребята. Теперь смотрите. Следующий этап. Вот, Руник, можно посмотреть, что ты нарисовал? Покажи. Это я. А я не вижу. Тебя отсвечивает бумага. Вообще ничего не видно. Ты немножко в другую сторону поверни, а то он обликует у тебя бумага. А, ну куда? Она, знаешь, как это? Свет сильно падает на нее, и получается сильно это белая бумага, и не видно карандаша. Так, теперь смотрите, ребята. Важный момент. Святослав, как? Поспевали. Смотрите. Вот где-то в этом, посмотрите, это точка. Она, она. Вот если я померю, например, голову, да, Мишкину, да, вот. И эта точка меньше. Вот если у меня голова вот так, то вот эта точка вот не такая, не такого размера, как голова, а немножко меньше. Вот отсюда будут идти его бумаги. Вот просто вот такую вещь сделайте, и все. Вот, и здесь у нас будет потом идти его вот грудка. Пока вот так. И опять останавливаемся. Останавливаемся и прорисуем его одну большую лапу. Вот это его тело, оно вот заканчивается вот так. И здесь его лапа, когтями. Пока одну лапу рисуем. Роник, можешь показать мне, Роник, что у тебя вышло? Надеюсь, сейчас я увижу, что у тебя нарисовано. Это я. Ой, какая ты умница, как красиво. Ой, молодец, то, что надо. Продолжай. Очень хорошо, очень. Теперь сделаем вот такую вот его прозрель для лапочек. И здесь будет одна лапка. Так, кто еще это сделал? Покажите. Алиса, Куша. Это я. Показывай. Так, а у тебя крутковатая лапка. А ну-ка подлиннее сделай. Подлиннее. Так, Алисочка, покажи. Это я. Так, Алисочка, я бы тоже чуть-чуть длиннее сделала, потому что сейчас у нас будут маленькие мишки, они могут не поместиться. Подлиннее лапку сделай, а так все окей. Размер лапы, толщина, все мне нравится. Только чуть-чуть длиннее. А что я еще раз покажу, я переделываю? Давай, давай. Конечно, показывайте обязательно, потом трудно. Так. Я бы ее чуть-чуть увеличила, толще сделала, потому что у мишки лапы очень сильные и очень такие мощные. И, ну, оставить длину можно, только чуть-чуть прибавь их потолще. Светослав? Ты где, Светослав? Покажи, что у тебя есть. Показывай. Лучше сейчас покажите, потому что потом будет трудно исправлять. Давайте я вас сейчас проконтролирую, у кого что. Ребята, смотрите, в маленьких медвежах точно так же рисуются, как и большой медведь, как и их мама. Но все уменьши. Вау. Какой у тебя, Мишка? Подальше рисунок отнеси. Подальше. Нет, не поближе, а подальше. Это Слава. Слава, скажи. Это я. У тебя маленькие медведи не помещаются. Ты очень большой размер выбрал. У меня есть много. А? Ну ладно. Все правильно. Голова шикарно нарисована, но просто очень большая. А где у тебя мишки будут маленькие? Не знаю. Так. Что будем делать? Ну ничего. Знаешь, давай тебе тогда придется прямо в самом низу их начинать рисовать. Поэтому я всегда говорю, правильно выбирайте масштаб. Я всегда показываю, откуда, откуда идет мишка. Большое у нас что-то нарисовано. И место, видите, сколько внизу. Светослав, посмотри. Вот так. Вот такой у нас медведь. Все. С лапами, с ушками, вот такой высоты. И это все пустое место. Это все будет снег. И маленькие мишки, вот около его, там, где кончается ему лапка, там будут кончаться лапки наших маленьких медведей. Ничего. Ты продолжай рисовать маленьких медведей. Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Так тоже можно. Смотрите. Я уже стер пару места. Хорошо. Давай. В принципе, его легко рисовать. Это сначала кажется, что этого медведя трудно. На самом деле, это там рисовать нечего. Теперь смотрите. Опять я рисую глазки. Уже маленьких. Смотрите, расстояние какое. Рисую так же носик. Такой же, как у мамы. Под носиком палочка. Ну, такие усики, да, как бы. И вот такой ротик. И вот он здесь у меня, вот он, смотрите, касается маминой, это самое, ножки. И здесь вот я вот так пока оставляю. Ушки у него вот здесь. Под барбодочек. Ну, у нас все то же самое, все то же самое. Только у него может быть более кругленькая ритичка, да, такое. Все то же самое, что мы рисовали у нашего большой медведицы. И здесь только вот так будет идти. И только вот это место, где у него начинает грудка, лапка, она будет у него высокая. Это точка. Здесь у него лапка, которая почти на уровне маминой ножки. Ну, естественно, с коготком. А другая лапка у него согнутая, потому что он идет. Они двигаются. Они в движении. У меня даже, честно говоря, немножко длинноногий получился. Мишка. Маленький. Я ему сейчас укорочу, так он будет более сладеньким. И рисоваться он будет тоже самое раскрашиваться почти как мама. Только еще легче. Это вот один движонок. Вы не пугайтесь, вот эти линии, которые на лице, они все будут закрашиваться. Это все будет у нас уходить оттенками белого цвета. Это просто мы сейчас так бы обозначаем для себя, где что у нас будет. Это урок вам даст очень хорошее упражнение на знание рисования белого цвета. Так, у кого готово что-то? Пока не поздно, покажите. Поближе показать, Светослав? Так. В какой момент, что тебе ты сейчас рисуешь? Лицо, лапки, тело. И второй медвежонок будет чуть-чуть ближе к нам. А он потому что как бы идет впереди. Тоже самое, гладкий, носик. Только большой опять мы не рисуем носик. Улыбочка, ротик. Коротенький подбородок у него, не длинный. Это учитывайте. То же самое здесь. К носику такая линия идет. И видите, он будет ниже. Это у нас более высокий. А этот у нас, медвежонок, будет более низкий. И здесь у него... И лапка у него идет впереди. Чуть-чуть ниже, чем у другого. То же самое идет у него. Согнутая тоже лапка. Вот семейство медвежонок, медведь шагает. Это вот северные мишки, белые медведи. Вот, в принципе, и все. Я не буду доводить эту лапку до конца. А вот здесь у него просто его тело. Но это все у нас закрасится белой краской. Поэтому это его как бы продолжение тела. Это не обязательно вам вот эту линию до конца доводить. Делать так, как у меня. Вот. И нужно сделать поближе. Кому, кто хочет пока. Скажите, я придвину поближе, чтобы маленьких, кто могли нам видеть. Это я. Так, вот. Ну, это вот ты чуть-чуть пониже можешь опустить. Потом прям там у мамы под животиком. Подожди, подожди. Еще не убирай, Ксюшка. Не убирай, покажи еще раз. Вот. А у этого ты не сделала, что он шагает. И ножки у этого тоненькие. Его можно удлинить, сделать потолще ножку. И эта ножка у него тоже как бы согнутая. Она короче, вот эти ножки согнутые, они короче, чем вот это. У тебя есть место, поэтому не жалею место. Чуть-чуть прибавь длину и толщину. Хорошо. А так хорошо, младен. Чуть-чуть маленькие не точут, и ничего страшного. Так, Алисочка. Алисочка. Можешь что-то показать? Если нет ничего, Роник покажи. У кого еще готово? Не торопитесь, лучше медленнее, чем будете торопиться. У нас здесь не соревнования по скорости. Эту картину мы начнем рисовать с фона. Фон у нас будет выдержан в очень светлых тонах, пастельных. У нас там будет очень много оттенков. Там будет и немножко ультрамарин, и фиолетовый, и изумрудка. Но все-все размешанное с белой краской. Все в очень светлых тонах. Это я. Ой, так хорошо. Молодец. Умничка. Все отлично. Но вообще, смотри, вот этот медвежонок, он как будто немножко впереди, чем тот, да? Если ты ему чуть-чуть удлинишь ножки, вот эту ножку, тогда получится, что он идет впереди. Так будет более правильно. Хорошо? Вот видишь, эта ножка, посмотри, Лисочка, вот эта ножка короче, вот эта чуть длиннее. Вот сделай так, будет вообще супер. Вообще вы молодцы. Все очень красиво рисуете. Тема не очень-то и легкая. Это казалось бы, да, медведи, все, но нам самое главное рисовать, чтобы на медведя было похоже. Не на собаку там, не на еще чего-то, волка, а именно вот, чтобы это были белые медведи. Так. Покажи сейчас, Алиса, что у тебя получилось. Смотрю. Это я. Да. Так, хорошо, отлично, супер. Хорошо. Продолжение, Мишка, у тебя немножечко, мама, худая такая, на диете, наверное, посадила. Я вообще ее такую вещь толстую. Ну, такие тоже, после зимней спячки или после зимы бывают медведицы очень таких, худенькие. Нормально, так тоже хорошо. Так, еще кто? Роник, покажи мне, пожалуйста, что у тебя получилось. Сейчас мы начнем уже раскрашивать. Наверное, у Роника еще не готовы, да? Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 вот видите а вот уже под маленькие я сделаю немножко темнее то есть свет вот поменяю кисточку на более меньший номер круглую возьму и здесь у меня будет работать синяя чуть-чуть смешанная с черной и плюс конечно белая краска это место у меня будет между здесь может малыша под ножками но обязательно основа должна быть синяя краска роник тебе все понятно вопросы есть ты спрашивай не стесняйся прошу не можешь открыть а бывают такие краски вот и под этим немножечко я сделаю темный цвет здесь между лапками и у этого и у того а сейчас уже не буду я вот здесь уже немножко у меня светлее пойдет на это так делается для того чтобы показать что они у нас не в воздухе лекают а стоят на снегу и под ними получается такая теме до типа и опять здесь больше в основном пойдет вот нижняя часть будет у меня очень светлая по сравнению вот видите здесь уже совсем почти белая краска с небольшим голубым оттенком вот буквально тени под их лапками под их ножками просто вы смотрите куда я делала потемнее делали посветлее и тоже повторяйте а здесь вот вы смотрите я кисточкой просто вот так круговыми мажу раскрашиваю чтобы у меня получился такой рыхлый снег не бойтесь чуть-чуть бы добавила голубого цвета и посмотрите да ощущение вот такого еда холода конечно основа белая краска помните я вам говорила на том уроке ну на предпоследнем что запасайтесь белой краской вот здесь вот около медвежонка этого где его спинка я тоже делаю белую краску несмотря на то что я положила голубой цвет сюда я кладу белую потому что медвежонок у нас будет светленький тоже он должен у нас как бы с фоном сливаться и вот здесь вот около белой медведицы здесь у нас желательно очень много внимания на этот фон потому что этот фон сейчас сыграет очень большую роль в том как мы будем рисовать потому что вы видите детали не будем прорисовывать до конца нам нужно еще нарисовать белых медведей вот в том смысле если у нас будет фон очень светлый или очень темный мишка у нас будет светлее чем фон в какой-то части вот в этой части мишка у нас будет светлый в левой части а в правой части у него будет теневая часть там будет у него холодный и это место должно быть фон светлее немножечко чем будет у нас в этом месте мишка потому что там он у нас будет как бы его эта сторона в тени будет поэтому я добавила сделала базовые теперь чуть-чуть добавляю вот такие светлые окошки просто белую краску кладу и таким образом я еще смягчаю вот эти цветовые блики которые на фоне у меня чтобы они не были такими уж сильно-сильно цветными поэтому мы немножечко заглушаем их белой краской ну вот видите такая вот еще вот в этой части с левой стороны здесь я тоже положу немножко даже вот я могу пускаю пальчики и вход для того чтобы это вот такие красивые переходы сделать плавные широкой кисточкой работайте плоская и широкая кисть и здесь над головой ну так такой фон как дела ролик ротник получается трудно не трудно молодец 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 если хочешь покажи что у тебя или у тебя еще ничего нету работа ты в процессе наверно да 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 ну у меня проблема какая как это так получилось это желтая краска да упала на пройду упала на пройду а что код сидит на нем да он сидит на твоей работе что ли да ну попроси его пожалуйста уйти уйти не может помоги ему уйти да у кошки имеет такую привычку ну уж прогонять лучше не надо просто можно его взять вот как будто ложкой и убрать вот так вот вот послушай что совет дает тебе святослав а рунику наверное нравится или боится этого кота руник ты боишься кутика так показывайте Ксения и Алиса что у вас получается ребята посмотрите очень светлый фон очень и небольшие оттенки не бойтесь и я еще белый добавляю да 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 а внизу очень красиво внизу супер а посмотри ксения белую краску добавлять тоже пятнами не по всей картине а вот где-то вот в этом месте там в этом месте понимаешь у кого-то зарядка наверное заканчивается так алисочка как твои дела конечно ты в процессе или у тебя что-то можно можешь показать процесс хорошо это живой это слав ау а давай я посмотрю что у тебя получается у тебя должно быть очень красиво я знаю ты хорошо владеешь цветом да красиво красиво молодец а вот тебе не кажется что у тебя фон немножечко однообразных цветов у тебя там я не увидела фиолетового оттенка есть у тебя чуть-чуть добавить такого или ультрамарина или фиолетового с белой краской конечно чтобы чуть-чуть не скучно было чтобы не было похоже это на стенку и работать пятнами вот в данном случае нужно чтобы не ровно-ровно ребята у вас краска ложилась да а вот где-то белое петно где-то чуть темнее где-то другой оттенок пошел где-то фиолетовый где-то ультрамарин где-то изумрудка и все пятнами такими это я помножи вау да красиво молодец сейчас очень хорошо стало молодец ну вы уже прям ребята готовые девочки вы прям готовые художники вам совсем мало осталось до профессионализма ну так же как и мальчики так ну что Ксения ты пока у нас первая лидируешь давай подождем еще ребята и ты можешь еще немножко с фоном поработать добавлять пятна а сейчас я посмотрю как будет у Алисы у Роника и у Святослава окончательный вариант а потом мы с вами начнем мишку а мишку мы начнем и медведей но сначала мы медведицу сделаем мы начнем с темных мест вообще когда работаете красными всегда надо с темного места самое темное место у мишки у медведицы вот здесь поэтому мы там возьмем такой коричневый цвет с синий красный смешаем синий и коричневый и естественно немножко разбавим белила и я положу вот здесь покрашу синий каричневый и белая краска у по пока зд не Потом этот же оттенок, синий-коричневый, но уже больше белил, белой краски побольше, я кложу, посмотрите, около его носика. Причем я когда буду класть, вот смотрите, с этой стороны, потом я кложу здесь и под носиком. Там, где его подбородок, я добавлю еще сюда, в эту же смесь белой краски и сделаю его подбородок чуть-чуть светлее. Но опять эта смесь, опять эта же смесь плюс белая краска еще светлее, еще светлее. Я сделаю здесь под глазами, помните, мы прокладывали, но здесь еще светлее, чем вы до этого работали, коричневое, синее, белое. Это еще светлее оттенок должен быть. У меня опять темный вышел, значит я еще белый краски. Смотрите, чтобы у вас не получились синяки, нам просто нужны оттенки. То же самое здесь. Я, может быть, камера плохо передает, вы просто меня слушайте. Вот смотрите, носик тоже немножечко, половинку я застала. Я потом близко вам покажу. Вот здесь около глазика, помните, мы с вами конкурски нарисовали? В этом месте мы тоже подкрасим мишку. Ничего страшного, если вы там ошиблись, мы всегда можем белую краску кладить. Потом вот это место тоже... Заодно мы покрасим его уши внутри. Но здесь должно быть уже намного темнее. Здесь уже синее, коричневое. Посмотрите, я пока не делаю больше никаких... Я здесь работаю только с темными местами, да? Потом у меня идет вот это здесь. Я буду делать... Вот смотрите, как я кисточкой кладу вот здесь, двигаюсь. И вот эта вся сторона у меня будет бело-голубой. Значит, я беру голубую краску, смешиваю не синюю, а голубую. А если у кого-то нет голубой, берите синюю, но побольше белой краски. И вот эту всю часть, смотрите, вот эта часть должна быть темнее, чем наш фон. Вот почему я сказала, что около мишки мы должны с вами положить более сверху. Вот это все у меня будет, это теневая часть. Она такая голубая, бело-голубая, чистая такая, да, краска идет бело-голубая. И это темнее, чем наш фон. Если у кого-то не получается, вот берете белую краску и кладете с этой стороны на фон. Не на мишку, а на фон, чтобы у вас эта часть высветлилась. Высветлилась именно фон. А мишка с этой стороны у нас как бы находится в тени. Потом совсем. Здесь все время один почти оттенок работает, но он то светлее, то белой краски много, то меньше. Но почти один цвет здесь. А вот уже между медвежатами я делаю чуть-чуть темнее. Покажи. Хорошо, молодец. Дальше. Так, в следующий раз, Святослав, ты не просыпай урок, потому что я всегда показываю масштаб, вот, и чтобы ты, наверное, пропустил, и ты не понял, да, и поэтому нарисовал как бы одного мишку. Нет, это просто я делал вафли, а мы так и забыли про... Забыл, как это называется. Ну ладно. А у меня есть вопрос, а какой вы цвет используете вот для места, вот самого темного места? Это коричневый и синий цвет смешанный, и добавление немножко белил. А потом этот же коричневый и синий плюс побольше белил, работается вся остальная часть. Просто в какой-то части чуть-чуть темнее больше белил, в какой-то части меньше белил белой краски. И поэтому получается, вот, пока я положила, смотрите, только на темные места. Так, ребята, подождите, если вы, если ты не начал еще, не начинай, потому что время закончилось у нас, вот, и давайте это оставим, перенесем, потому что это очень серьезное дело, наносить сейчас тени и на медвежат, и на маму. Поэтому давайте немножечко, не немножечко, а остановимся с вами, и наш темп уменьшим, ладно? До следующего раза тогда. Хорошо, ребята? Так, последний раз посмотрите. Ну давайте. До встречи. Пока. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Так, Святослав, ты как? Хорошо. Ну давай, я с тобой тоже попрощаюсь. До свидания. А можно еще раз сделать картину, вывести? Алиса хочет сделать скриншот. Пожалуйста. Так, прошу вам? Или вы можете прислать ей. Давайте я пришлю, хорошо? Или да, если вы пришлете, будет замечательно, я не знаю, что получится. Хорошо. Окей, да, я пришлю. Спасибо всем. Спасибо. Пока. До свидания, молодцы, девочки-мальчики, молодцы. Пока-пока. Руни, ты где? Я раскрасил по литру, и пока. Он уже вышел. Хорошо, пока-пока. До свидания. Пока. Пока. Продолжение следует...